В связи с сильными дождями и возникшим подтоплением в городе Вытигра, сейчас учреждение социальной защиты района работает в особом режиме, в том числе и в выходные дни. У меня появилась возможность, я посмотрела, как это сегодня происходит. Во-первых, я бы хотела сказать, что в первый же день подтопления, 27 июля, мы создали пункт временного размещения, и там были размещены жители Вытигры, которые попали под подтопление. Им было предоставлено временное проживание, то есть комнаты для временного проживания, соответственно, бытовые все условия были созданы, горячее питание, и они были обеспечены предметами первой необходимости. Я непосредственно встретилась с гражданами, и мы обсудили выход из этой дальнейшей ситуации, то есть где они в дальнейшем будут жить, каким образом будет восстанавливаться жилье. Кроме того, очень важно, что в эти дни организовано, в том числе и выходные, консультирование жителей Вытигры по поводу материальной помощи, по поводу материальной помощи в виде продуктовых наборов, то есть на все вопросы социальные работники отвечают. Кроме того, организована работа психолога учреждения в составе группы психологов, которые работают сегодня с гражданами, попавшими в подтопление. И я должна сказать, что на сегодня уже более 10 заявлений мы получили на материальную помощь. Я подчеркну, что это пока не возмещение последствий и ущерба от подтопления, а это материальная помощь из средств областного бюджета на первоочередные нужды, то есть на одежду, на продукты питания, на медикаменты. В понедельник уже пошли первые выплаты, то есть первые нуждающиеся, которые сразу же обратились за помощью и которые были выявлены уже социальными работниками, они сегодня эту помощь уже получили. Кроме того, 6 человек сразу же получили продуктовые наборы, в дальнейшем эта работа будет продолжаться, мы будем держать эти вопросы на контроле. Кроме того, наши специалисты работают в составе комиссии по определению ущерба, потому что на муниципальном уровне будут приниматься решения по возмещению ущерба. И на всех этих этапах представители комплексного центра и центра выплат будут работать вместе с представителями муниципалитета. КОНЕЦ